всем привет все и 22 мая 20 года мы едем санчурск из москвы будем проезжать 6 областей посмотрим как работает у нас пропускные режимы там есть ли вообще какие-то кордоны и все такое прочее вам покажем 40 мы едем по балашихе и учитывая что сейчас 7 26 утра как видите в принципе свободно в принципе едут люди что туда что обратно и видимо народ действительно сидит на самоизоляции массе своей круто есть шанс быстро доехать до санчу потому что здесь пробка всегда очень проскочили балашиху вообще не стояли и это при том что там в балашихе в самой идет ремонт закрыто было две полосы и только две полосы в область были открыты поэтому я считаю что вообще очень повезло сейчас едем дальше уже уезжаем получается московская область кордонов пока никаких нет никто нас не останавливал ничего нас в общем-то пока не сдерживает едем дальше все-таки есть пробка на м2 в сторону москвы это из-за ремонта но я так понимаю что ставят эти пешеходные переходы в обухово короче такая деревня или что-то такое пробка довольно длинная такая прям стоит все стоит поэтому как ехать обратно даже не знаю вот видите в обухово сколько длинная пробка посмотрите далее по старой доброй традиции заехали макдональдс что вы едите в макдональдсе и все и картошку но мы конечно по полной программе перекусить на и ехали от покрова и всю дорогу идет ремонт то То есть вот две полосы только в каждую сторону. Та полоса полностью вообще разобрана и не функционирует. Хорошо, что сейчас мало машин и можно спокойно ехать. Если бы было машин больше, то была бы неименуемая пробка. Так что, ну вот она там и скапливается как раз-то пробочка. И мы в нее благополучно въехали. Ну вроде пишут, что небольшая пробка, но посмотрим. Да, и вот сейчас ехали, увидели баннер о том, что, во-первых, мы въезжаем куда-то. В неблагополучную зону ковида. Это при въезде в Владимирскую область. Перед Киржачем. Да, и увидели плакат о том, что въезд в Нижегородскую область ограничен. И поэтому, ну там какой-то сайт был. Мы туда зашли и оформили там какой-то временный пропуск на транзит. Ну, непонятно, пригодится он нам или нет, не знаю. Посмотрим. Пока. Да, номера московские, поэтому могут тормознуть. Но пока ни одного кордона, что ли, экипажа мы не видели вообще. То есть едем спокойно. Вот уже сейчас в Владимирской область. Ну, как-то вот так. Сейчас движемся в сторону Нижнего Новгорода. Никаких постов, никаких полицейских, кроме картонных машин, не было. Но никто ничего не проверяет, собственно говоря. Спокойно едем. Погода так себе. За дождик капает плюс 9. Едем дальше. Ждем Нижний Новгород. Может быть там есть какие-нибудь посты. Смотрим. Кончается Нижегородская область. Тут стоит какой-то пост непонятный. Но пока... Кончается Нижегородская область. Ну да. Здесь там пост же стоит какой-то. Да, объезд не в Городку. Ой, кончается Владимирская область. Там видно что-нибудь, ну? Виндор. Ну, все видно? Ну, все, давай сюда. Посмотрим остановят или нет. А, держи. Никому мы не интересны. Никому ничего не нужно. Едем дальше. Покидаем Владимирскую область. И будем сейчас езжать в Нижегородскую. Посмотрим, есть ли тут посты. Да, какой-то кордон там есть, стоит. Интересно, будут ли нас останавливать. Вот так, под контролем. Будем смотреть. У этих, похоже, нет никакого пропуска. Сейчас их будут. Добрый день, Киркот, можно вас, пожалуйста? А вам какой? Московский, можно. А вот этот вот? Вот ваш Межгородский, давайте. Я сейчас его сделаю, отсканирую, поедете дальше. Вы транзитом, да, через Нижегородскую область? Да. А второй нужен? Да, второй тоже нужен. Бил. Наверное. Сейчас, подождите, по второму информации выдастся, поедете. А те, у кого нет пропуска, что они делают? Они что делают, что делают те, у кого нет пропуска? Оформляем, помогаем оформлять. А больше не будут нигде сканировать? Нет, вас больше нигде не будут сканировать, потому что пост остался только на въезд в Нижегородскую область, так как у нас еще не сняли карантин. Я поняла, спасибо вам. Все, всего доброго, до свидания. Будьте аккуратны на дороге. Да, не болейте тоже. Ну вот так вот это все выглядит. Так вот это все выглядит, полиция, ходят люди, ходят в костюмах, полиция в маске, без маски. В общем, те, у кого нет пропуска, помогают оформить. Ну а у нас без проблем, раз-раз, все. А любой берут? Да, любой берут, московский, нижегородский, какой хочешь. Вообще, как это помогает бороться с коронавирусом, мне очень понятно, если честно. Ну, едем дальше. Поехали через, не через Новгород, а поехали по объезду на Саранск. И вот, въехали вот в такую пробку. Уже практически на выезде с этой автомагистрали. Практически перед Кстова. Какой-то ремонт моста, короче говоря. И все тут стоят. Пробка такая нормальная. Ну, потихонечку движется. Посмотрим, сколько простоим. Так, больше ни где не останавливали, ничего. Не смотрели у нас. Подъезжаем к реке Сура. Последний раз мы отъехали в феврале. На мосту был ремонт. Посмотрим, что сейчас там происходит. И попробуем показать вам красоту реки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Приезжаем в город Чебоксары, проехали пост Никто нас не остановил, кто не поинтересовался Если нас пропускает и так далее, так далее Едем дальше спокойно Поехали на объезд Чебоксары, тут вляпались в пробку такую вообще випец Из-за чего непонятно Сейчас подъедем посмотрим Субтитры сделал DimaTorzok Вот так вот, оказывается, врезались Ну и, соответственно, тут же образовалась встречная пробочка Субтитры сделал DimaTorzok 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 Здесь я тоже не вижу никаких кордонов Видимо, спокойный въезд, спокойный выезд Все нормально Ну и хорошо Вот мы проехали уже по Ишкарле практически по всей Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, посмотрите, дороги Ишкаралы, кстати Вот, которые монтировали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У чувака задний мост оторвало Нормально Это, кстати, улица Дружбы, если кто не знал Вот, имейте в виду, здесь так вот все очень узко Многие ишкаролинцы связывали надежду с новым главой республики Что он придет и начнет делать дороги Он что-то было взялся, но не хватило, так сказать, у него духу, что ли Не знаю В общем Вот, тут уже улица Дружба более-менее нормальная Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой замечательный вид дает нам Мариэл И, кстати, дорога из Ишкаралы в Санчурск В хорошем состоянии, ничего не могу сказать Ну, по крайней мере, первые несколько километров Дальше посмотрим Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вот мы подъехали на границу Мариэллы Кировской области Ну, как я и говорил, никаких тут кордонов ничего нет Дорога в Кировской стала чуть-чуть хуже, чем в Марийской Но позволяет ехать с хорошей скоростью Ну да, за исключением некоторых ян Поэтому, в общем-то, наше путешествие подходит к концу Я думаю, что проблем в Кировской области, точнее в Санчурске у нас не будет С этим коронавирусом и прочими делами Поэтому, спасибо, что смотрели Подписывайтесь на канал, ставьте лайки Надо ставить лайки или нет? Конечно надо! Лайки это жизнь, лайки это клики Ставьте лайки сигнал А то, что не заберешься на золотой блок Субтитры сделал DimaTorzok И... Да, 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 да Все, пока! Субтитры сделал DimaTorzok